Дорога смерти на федеральной трассе Вилюй Водитель микроавтобуса считает, что въехал в большой груз из-за солнца Начало положено, Дальний Восток привлекает инвесторов Китая, Японии, Индии, Вьетнама Сколько готовы уложить иностранцы в Минвосток развития подвели итоги работы Отец, друг, товарищ, журналист ушел из жизни Кирилл Алексеев, руководитель холдинга Саха-Медиа Расскажем о жизни и работе одного из главных медиа-менеджеров Якутии Все для красоты, подтянуть ягодицы, избавиться от жира с помощью скальпеля-хирурга Какой вид пластики популярен у якутян? Все на татаме всероссийские соревнования подзюдо на Кубок главы Якутии Стартовали в столице республики О философии японского единоборства и окровавленных носах маленьких борцов В нашем репортаже Сегодняшний выпуск мы начинаем с очередной трагедии на трассе Вилюй В горном районе на 143-м километре между Бердегистяхом и Магарасом Произошло смертельное ДТП Столкнулись КамАЗ и такси Тойота Хайс Микроавтобус ехал со стороны города Якутска Авария произошла в тот момент, когда больший груз выезжал задним ходом на главную дорогу Хронология событий далее Трагедия произошла 9 марта около часу дня на 149-м километре федеральной автодороги Вилюй Индивидуальный предприниматель, которому всего 25 лет, спешил доставить на микроавтобусе 14 пассажиров в Вилюй В данном участке солнце светило Я поздно заметил, что сзади выезжающий КамАЗ резался А вы с какой скоростью двигались? Около ста Около ста, да? А здесь разрешена такая скорость? Нет, да? Произошло столкновение микроавтобуса и грузовика Мягкий металл с правой стороны иномарки практически снесло Шансов выжить у двух мужчин и одной женщины, сидевших с этой стороны салона, не было Они погибли еще до приезда скорой помощи Водителю микроавтобуса повезло Он и те пассажиры, что сидели в левой части салона, остались живых Пожилой водитель КамАЗа поясняет, чистил дорогу от снега Закончив работы, стал задним ходом выезжать на проезжую часть Микроавтобус, который несся позади, он попросту не заметил Там одна машина стояла, и все, больше не видно было машин Они рабочие, дорожные рабочие там и работали Вот сюда я выехал, вот на эту полосу И он ударил, и туда меня развернул Знак был установлен, предупреждающий, что здесь проводятся работы? Нет, не было Не был, да? А должен быть? Нет, не знаю Кого считаете виноватым в этом происшествии? Я не знаю Таксиста, еще он сильно быстро ехал Ну я думаю, что здесь скорость, больше всех это скорость Поэтому я призываю всех водителей Не только те, которые занимаются перевозкой пассажиров Всех надо соблюдать право дороги в жизни А также мы неоднократно обращаемся через средства массовой информации К населению Да, что Прежде чем сесть Или ехать куда-то Надо полностью проверить водителя И дать соответствующие замечания И так далее, где чувствуют, что они превышают скорость В результате ДТП пострадали 13 человек Трое погибли на месте Еще один пассажир скончался в отделении скорой медицинской помощи Водители микроавтобуса и большегруза направили в село Бердегистях Для дальнейшего разбирательства Ольга Лысак, Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Горный район И за последние две недели это уже второе ДТП с человеческими жертвами Произошедшее на трассе Вилюй в Горном районе В конце февраля на 143-м километре столкнулись грузовик Митсубиша Фуса и микроавтобус Тойота Хайс Три пассажира Хайса, в том числе двухлетний ребенок, погибли Еще четверо попали в больницу Дождались На Дальнем Востоке создано новое экономическое пространство Теперь показатели нужно закрепить Во Владивостоке прошло заседание Минвостокразвития Подводили итоги работы ведомства за последние пять лет Министр Александр Галушка выступал почти целый час В докладах всех участников Множество цифр и фактов Например, за последние четыре с половиной года В регион привлекли почти 4 триллиона рублей частных инвестиций Деньги превратились в 1200 новых инвестиционных проектов и 120 тысяч рабочих мест Одних дальневосточных законов приняли три десятка Среди них сложные, можно сказать, новаторские законы о территориях опережающего развития Дальневосточном гектаре, снижении энерготарифов Хотя принимали их, заметил министр, не ради законов, а ради людей Конечно, разработан уникальный для практики работы правительства Российской Федерации В целом государственное управление механизм А именно, в государственных программах соответствующих Будь то здравоохранение, образование, жилье и так дальше Формируются разделы по развитию Дальнего Востока В ближайшие три года Дальний Восток получит 602 миллиарда рублей с федерального бюджета И за этими цифрами тоже стоят конкретные проекты, которых десятилетиями ждал регион Это реконструкция аэропортов Якутский, Хабаровский, Магадан и Благовещенский Это строительство больниц Хабаровский, Комсомольский, Магадан и Якутский Возвращаясь к инвестициям, 90% вложенных в Дальний Восток денег Не связаны с добычей полезных ископаемых Основа всех проектов – промышленность, логистика, сельское хозяйство и туризм Вкладывают в регион и иностранный капитал в списки – Китай, Япония, Корея, Вьетнам, а также Индия На долю Дальнего Востока пришлось 26% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию Конечно, на совещании говорили о планах и проблемах Так, полпредпрезидента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что задача, чтобы все регионы Дальнего Востока попали в тридцатку лучших субъектов в рейтинге инвестиционной привлекательности далека от выполнения Регионы располагаются с 40-го по 78-е место Всем нужно подтянуться, заметил Трутнев Сказал и про то, как кошмарит бизнес Нам надо добиться кратного снижения административного давления на бизнес Если мы сегодня говорим, что уровень давления на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает общероссийские показатели То значит снизить его нам надо как минимум в 3 раза Это сложная задача В решении этой проблемы надеюсь на помощь Генеральной прокуратуры России Отказался от цифр и сосредоточился на людях Так вкратце можно описать выступлением руководителя Якутии Егора Борисова на совещании Минвостокразвития Например, он призвал министра и его заместителей плотнее сотрудничать и чаще приезжать в республику Но посещать не центр Якутск или развивающиеся города, такие как Ниренгре, а бывать в отдаленных поселках Застрел внимание Борисов на модельном бюджете Это новшество Минфина страны Он подразумевает приведение расходов регионов на те или иные полномочия к некоему общему знаменателю Который будет высчитываться по определенной формуле Пока не совсем понятной и не всем понятным То есть будут выяснять, где в регионах есть избыточные расходы А кому из субъектов требуется дополнительная поддержка По словам Егора Борисова, нововведение может стать проблемой в формировании бюджетов именно для регионов Дальнего Востока А сегодня формируется модельный бюджет для того, чтобы поискать какие-то резервы Обозначают среднеоригинальные бюджеты модельные В результате которого Дальнего Восточника, имеющие много затрат И северные территории, могут очень много потерять Прошу министерству, Юрию Петровичу, я прошу дать поручение Чтобы они непосредственно при формировании модельного бюджета На 2018 год, чтобы министерство подключилось Мы предложения свои подготовили Еще раз посмотреть, субъектами посоветоваться Это нам, именно Дальнего Восточника, будет очень сложно защищать свои бюджеты Ну а теперь переместимся на запад, в Самару Итоги работы на неделе подвели и в агентстве стратегических инициатив Именно этот институт составляет ранее озвученный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Чего еще добилось агентство, кроме составления заветного списка? Об этом спросил президент России Путину рассказали об открытии детских технопарков в 37 регионах страны, в том числе Якутии Поддержано 109 частных компаний, из них 40 открыли новые производства Это более 28 миллиардов рублей инвестиций Однако, интересно другое Руководство агентства открыто сказало главе государства В стране не хватает людей с хорошими управленческими навыками Мы много инвестировали в инженерные решения Но очень мало в управлении Часто издаем жесткие стандарты А только потом создаем образы будущего При этом законы часто закрывают перспективные рынки И это видно на примере регулирования рынка беспилотников В стране действует обязательная регистрация дронов Но непосредственно сама процедура непонятна Не для операторов, не для регулирующих органов А между прочим, запуск не поставленного на учет квадрокоптера Будет грозить владельцу штрафом до 5000 рублей Поэтому акцент нужно делать не на сложных терминах А на тщательной подготовке конкретных проектов Наши нововведения, в том числе те нововведения, которые мы делаем Нельзя погружать в неготовую среду Если министерство или агентство или регион не готов это делать Нет человеческого потенциала достаточного То и результат будет негативный Несмотря на соответствующую директиву И нам кажется принципиально важным разворачивать То, что называется управление по готовности То есть создавать функцию акселерации проектов И обучение команд На всех уровнях государственного управления И только тогда переходить к Уже, что называется, раздаче приказов Если этого нет, мы в ловушке Путин слушал внимательно каждого из участников совещания Президент предложил заострить внимание на проекте Билет в будущее ранней профориентации учащихся На его реализацию государство направит 1 миллиард рублей Билет в будущее получат школьники с 6 по 11 класса Как отметил Путин, реализация проекта начнется уже с нового учебного года 100 тысяч детей со всей страны смогут пройти новые форматы профориентации Но использовать будут также и известные форматы обучения В том числе дуальное образование Когда теорию преподают в учебном классе А практику непосредственно на предприятии На совещании прозвучало предложение Не только заниматься ранней профориентацией Но и вести в школах курс предпринимательства Это обучение для детей Нужно вводить не в форме выставления оценок Потому что педагоги, они и сами иногда не знают Правильно ли дал ответ ученик в школе по предпринимательству А в форме проектно-игровых методик В соревновательных формах И такие методики уже сейчас есть Буквально через несколько лет, может быть действительно через 3 года Мы получим на выходе из школ Уже гораздо больший класс людей Или прослойку, которая хочет этим заниматься Буквально со школьной скамьи Нам кажется, что профессии предпринимателя нужно учить уже на школьной скамье Это нужно и на региональном уровне поддержки На федеральном методике нужны какие-то А вот мы договорились о том, что билет в будущее будем реализовать эту программу Я прошу, чтобы агентство стратегических инициатив присмотрелось к этому движению Со всех сторон, в том числе и с той стороны, которая сейчас была обозначена Ну и к другим темам Центр избирком запустил приложение по поиску избирательного участка В соцсетях Одноклассники и ВКонтакте Чтобы найти информацию, нужно всего лишь ввести адрес проживания Сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова Кому не понадобится это приложение, так это жителям отдаленных районов Оленеводам, вахтовикам, коневодам, которые голосуют досрочно Работники участковых избирательных комиссий Сами к ним приедут на вертолете, буране или внедорожнике В Якутии досрочно отдать голос на президентских выборах Собираются 22 тысячи человек Напомню одно из нововведений нынешнего голосования Возможность поставить галочку в бюллетене вне своего участка И без открепительного удостоверения Как это сделать, узнала Саргалана Захарова В день выбора, где будете голосовать? Можно проголосовать в бюллетене? Голосовать вне своего избирательного участка стало проще Открепительные удостоверения канули в лету Вместе с ними и траты денег и времени на проезд до места прописки Одно дело, когда речь идет о перемещении внутри одного города И совершенно другое, если находишься в тысячах километрах от официального места проживания Я лично проживаю в Новосибирске Сейчас мне необходимо жить здесь И мне для того, чтобы прикрепиться заново к городу Якутску Можно прийти в МФЦЛ Очень удобно, быстро, не надо тратить деньги на какие-то перелеты, переезды Оформление через офисы многофункционального центра – один из способов подачи заявления Прием начался еще 31 января Для подачи такого заявления необходимо обратиться в ближайший офис с паспортом гражданина Российской Федерации Либо в период замены паспорта с временным удостоверением личности Сейчас через МФЦ подано уже более 2000 заявлений Занимает оформление услуги всего несколько минут Главное точно знать, где именно вы будете в день голосования Закрепиться можно к ближайшему участку Подтверждение специалист выдаст отрывной талон Альтернативу открепительному удостоверению Также заявление можно подать в любую территориальную комиссию Для Алексея Иннокентьева, студента 4-го курса Северо-Восточного университета Это уже не первые выборы В прошлом году он принимал участие в голосовании за депутатов Государственной Думы страны Тогда, в решающий день, ему пришлось выехать в Уселданский Улус по прописке Прописка получается в Барагонцах И всегда принимал участие именно там Нужно было плачать проезд Там получается туда-обратно Получается тысячи две И немножко было неудобно, конечно А в этом году диплом, выпускные госэкзамены Не до выездов Нововведение оказалось как раз кстати Подал заявку и уже прикрепился к избирательному участку студгородка Этим правом, так же, как и Алексей, воспользовались уже более 22 тысяч якутян И это не предел, говорят в Центральной избирательной комиссии республики Прогнозируют увеличение этого показателя до 25 тысяч Достаточно востребованная она, да, такая процедура И мы планируем, что к 18 марта таких людей будет еще больше Мы хорошую явку ждем Если говорить о явке, то по данным последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения Более 70% интервьюеров уверены, что пойдут на выборы Сомневаются, но больше склонны участвовать в голосовании 10% Такое же количество людей еще не определилось и решит ближе к выборам Всего 2,5% склоняются к варианту скорее непрямого участия А вот уверены, что точно не пойдут 4% И всего 1% опрошенных затруднился с ответом Открепиться от своего участка и прикрепиться к другому Можно даже удаленно, находясь за городом или даже в лесу Главное, чтобы был доступ к сети интернет И приложение госуслуги на гаджете Заходим в приложение, вводим логин и пароль Находим ссылку в выборы И подаем заявку А нет Заявка подается только с условием, что Приложению должна быть обязательная привязка банковской карты И не какого-либо банка, а одного определенного Ну что ж, придется идти в МФЦ Лучше, чем ехать в другой город или район Но стоит поторопиться Прием заявлений завершится уже 12 марта Саргалана Захарова, Кристина Якупова, Любовь Васильева, Илья Сарамятников Якутия, день за днем Сейчас короткая реклама Вернемся ровно через 2 минуты И вот о чем расскажем далее Якутия скорбит Ушел из жизни Кирилл Алексеев Генеральный директор холдинга Сахамедия Его друзья и коллеги в нашем эфире Борьба до победы Всероссийские соревнования под сюдо стартовали в Якутске Кто завоюет кубок главы Якутии Парад народных мастеров прошел в республике Чем сегодня живут мастера шитья национальной одежды и ювелиры Расскажем в нашем материале Это Якутия, день за днем Подводим итоги недели Накануне как гром среди ясного неба прозвучала новость Которая потрясла якутское медиа-сообщество На 49-м году жизни скоропостижно скончался Кирилл Алексеев Генеральный директор холдинга Сахамедия Про таких говорят жить и жить Наша телекомпания выражает глубокие соболезнования родным и близким Путь журналистики Кирилл Викторович начал с открытия газеты «Наше время» Позже она выросла в издательский дом Затем руководил телерадиокомпанией «Столица» Последние пять лет был директором холдинга Сахамедия Провел масштабную модернизацию республиканских СМИ Сегодня совокупный тираж газет Якутия и Саха-Сире превышает 110 тысяч экземпляров А еще при Алексееве Якутское Саха-Информационное агентство стала лидером среди республиканских интернет-изданий Конечно, особая гордость Саха-Медиа – современный медиа-центр Такой площадкой не то что на Дальнем Востоке, в центральной части России не каждый может похвастаться Трансляции в интернете, цифровые экраны, мебель, световое оборудование Все появилось благодаря настойчивости Кирилла Алексеева Хотя раньше республиканский пресс-центр был непригляден Парты, нет микрофонов, дешевые стулья Уже и трудно представить, что пресс-конференции проводили в зале без нормального освещения Слова о соболезновании выразил и руководитель Якутии Егор Борисов Он отметил, что Кирилл Алексеев как профессионал никогда не стоял на месте Всегда думал о том, как улучшить работу своего предприятия Как это часто бывает, инициированные Кириллом Алексеевым новшества не всем нравились В его адресе звучало много несправедливой критики Но Кирилл был оптимистом, жизнерадостным парнем, продолжал идти дальше Смотрел далеко вперед, строил планы Не случайно Алексеев пользовался авторитетом у коллег не только в Якутии, но и далеко за ее пределами Досадно, когда жизнь таких молодых, талантливых людей обрывается в самом расцвете сил Сам он был и останется для меня настоящим патриотом своей родной республики Посвятившим всю свою жизнь развитию журналистики Журналисты, предприниматели, чиновники, простые люди Родным и близким Кирилла Алексеева сегодня соболезнуют все Новаторство и свежий взгляд на привычные вещи Желание изменить и поднять на новый уровень якутскую журналистику Его стремления и идеи не всегда были понятны сразу Но со временем верные решения доказывали свою эффективность на практике Он почти в одиночку, можно сказать, поменял весь медиаландшафт республики Подготовив к информационным преобразованиям С его приходом основные средства массовой информации стали еще оперативнее, актуальнее и, главное, доступнее Мне посчастливилось работать в его команде Я думаю, что вот те задумки, идеи, которые Кирилл Викторович начал, будут еще дальше реализовываться С молодости он стремился все преобразить Он был генератором идеи и собирал вокруг таких же молодых и амбициозных Вдохновлял и вел за собой Приходило очень много молодых журналистов Кирилл очень много с ними работал Он был душа коллектива в этом плане Человек, который горел на работе Вообще горел средствами массовой информации Очень много мечтал Мне кажется, это человек, который Он рожден средствами массовой информации Он только этим и жил Кирилл для меня очень большая утрата Тяжело еще просто в это поверить В холдинге Саха-Медиа начал реформу республиканских газет и сайта ЕСЯ Добился того, что газеты Якутия и Саха-Сере стали современными и по-настоящему народными Впервые в истории якутской журналистики газетчики стали работать перед камерой Стартовали по-настоящему мультимедийные проекты А ЕСЯ стала ведущим республиканским информагентством Его по праву можно назвать одним из лучших редакторов своего времени Кроме хозяйственных дел холдинга Он всегда был в гуще событий творческих дел холдинга Всегда с нами обсуждал, давал поручения Все это время он руководил творческим процессом Как и директор, и как главный редактор нашего холдинга Я думаю, его начинание и его творческий такой задор Я думаю, мы продолжим его дело Его идеи о модернизации, цифровизации и СМИ вышли далеко за пределы холдинга Он сумел вместе с командой собрать на единой информационной площадке районные газеты Невозможно за раз перечислить все уже реализованное И тем более планы, которые ждали своего часа Просто осиротели все друзья, все коллеги, товарищи по работе Не знаю, нас называли тут медиабратьями или братьями К сожалению, Кирилл Викторович не был моим братом по родству Он все равно был и будет моим братом по профессии Мы постараемся, я думаю, сделать все, чтобы его идеи Его планы, которые он вынашивал, которые он не успел доделать Воплотить в жизни или реализовать У него осталось очень много учеников То есть людей, которых он научил, обучил Выпистывал Сделал из них сильных, ярких журналистов Энергичный и жизнерадостный Он всегда был живым примером новаторства и дальновидности для коллег и сотрудников Не боялся пробовать неизведанное И верил в светлое будущее якутской журналистики Просматривая архивы нашего телеканала в поисках интервью Кирилла Алексеева Мы в очередной раз убедились, он жил работой Десятки комментариев о том, как доставлять информацию в каждый дом Что всегда нужно учитывать мнение читателей Никаких жалоб на трудности и ни слова о проблемах Для открытия нашей презентации Хочу предоставить слово идейному вдохновителю данного проекта Кириллу Викторовичу Алексееву Пожалуйста Добрый день, уважаемые коллеги Приятно видеть здесь многих знакомых и друзей Журналистов со стажем и более молодых Ну я очень надеюсь, что с вашей помощью Мы сделаем действительно востребованной эту площадку Современной, нужной всем Отрабатываем обновленные концепции наших газет Рубрикатор, внешний вид Мы рассчитываем, что это будут новые, хорошие Большими тиражами, с очень хорошим содержанием С лучшими материалами, с лучшими заголовками, с лучшими фотографиями И эти газеты станут по-настоящему народными газетами Я считаю, что подписная модель в том виде, в каком есть Она себя, по сути дела, изжила или изживает И заниматься подпиской только продлять агонию этого института Подписка падает везде и повсеместно Практически у всех средств массовой информации, во всех регионах Гораздо честнее и правильнее газету, которая издается на бюджетные средства На средства налогоплательщиков Доводить до налогоплательщиков, до читателей бесплатно Чтобы выйти из этого общего кризиса Была предложена концепция перехода республиканских государственных газет Основных общественно-балитических изданий на издательскую подписку На издательскую доставку 1 января 2017 года обе государственные газеты выходят И распространяются по всей территории республики бесплатно То, что мы делаем сейчас, это, по сути, второе рождение газет То есть это возвращение тиражей Заявок на получение наших бесплатных государственных газет Якутия и Сахасера было очень много Поэтому со второго полугодия мы приняли решение Перейти на безадресную систему доставки Что касается арктических районов То мы на втором полугодии оставляем прежнюю схему То есть в арктических районах сохраняется доставка до востребования И адресная доставка Темпы роста интернетизации республики и Дальнего Востока в целом Они выше, чем в среднем по России Поэтому я думаю, что вопрос нескольких ближайших лет В республике будет достаточно качественный интернет И в районных центрах, и в отдаленных уголках Поэтому мы должны быть к этому готовы И мы должны свои ресурсы перестроить таким образом Чтобы у нас был и интернет Хорошие ресурсы на русском языке На якутском языке И, пожалуйста, газеты больших тиражей Которые идут по нашим домохозяйствам Большая часть тиражей идет в районы Именно в районах людям не хватает Качественной, оперативной, аналитической информации И мы их этой информацией обеспечиваем Это очень важно Потому что в городе якутской информации хватает Мы стараемся прийти к людям туда, где они находятся Где они живут Включая самые отдаленные наследия и деревни Печальная, конечно, картина Когда наша природа якутская Когда тает снега Когда она открывается перед летом Ну, в общем Да, конечно, не инопланетяне сюда прилетают Этот мусор нам подкидывают под деревья То, что вокруг города, на сопках Это, конечно, не красит нашу природу Хотя мы говорим, что мы ее любим Но любовь должна быть такая действенная Я думаю Все, что-то еще хотели спросить? Алмазные кладовые расширились За год запасы Алроса увеличились на 58 миллионов карат Для этого пришлось существенно потратиться на геологоразведку В 2017-м Алроса направила на эти цели 8 миллиардов рублей Общий объем алмазов составляет почти 1 миллиард 200 миллионов карат Увеличение связано с разведкой глубоких горизонтов трубки «Интернациональная» Подсчетом запасов трубки «Юбилейная» А также с завершением оценки по третьей очереди Погребенной россыпи «Нюрбинская» А нюрнгринцы пока могут похвастать лишь долгами С начала года они задолжали за тепло почти 20 миллионов рублей Жители 400 квартир уже получили уведомления о взыскании задолженности Чтобы не доводить дело до суда В очередной раз, говорят энергетики, потребителю необходимо внимательно следить за состоянием лицевого счета А в случае накопления долга он может воспользоваться программой реструктуризации Она позволяет поэтапно гасить задолженность Алданский политехнический техникум – организатор площадки по компетенции Геодезе Мероприятие пройдет в мае в рамках полуфинала «Молодые профессионалы WorldSkills» Для участия в соревнованиях уже заявились представители 24 регионов Для организации рабочей площадки техникум закупает оборудование на 8 миллионов рублей За неделю до полуфинала делегация техникума выйдет на место проведения соревнований С целью организации площадки под ключ В России продолжаются четырехдневные выходные, посвященные Международному женскому дню Прекрасной половине человечества от двори дарят цветы Дамы окружены заботой и вниманием Красиво каждая Однако некоторые девушки, а иногда и их мужчины, почему-то считают, что внешняя красота превыше всего Итог – женщины ложатся под нож пластического хирурга ради любимого, прекрасного отражения в зеркале или даже работы Если еще вчера слова о пластической операции вызывали у жителей Якутии, да и страны в целом только страх То сегодня отношение к пластике изменилось в корне Услугами пластических хирургов давно пользуются популярные артисты и медийные лица И все чаще простое население В первую очередь представительницы прекрасного пола С каждым годом пластическая хирургия набирает обороты, можно сказать Растет спрос на операции Он был всегда высокий, но в последнее время тенденция идет к росту Впрочем, далеко не все одобряют хирургическое вмешательство в природу человека Очень полугадно, я не одобряю это дело Ну страшно, последствия всякие могут быть Ну с возрастом, конечно, уместно, а для женщин, наверное, скорее всего Кому надо, пускай делает, кто-то приезжает, конечно, человек хочет быть красивым Почему бы и нет, это не так уж и плохо На сегодня на территории города Якутска лицензированные услуги по коррекции внешнего вида оказывают пять медицинских учреждений У нас на сегодняшний день осуществляют медицинскую деятельность по услуге пластической хирургии шесть медицинских организаций В том числе два государственных учреждения Это Республиканская больница номер два и медцентр города Якутска И остальные частные медицинские организации В основном за помощью к хирургам предсказуемо обращаются женщины Но все чаще этот список пополняет и сильная половина человечества В целом пациенты в Якутске в первую очередь корректируют формы глаз, носа, ушей Затем идут операции по увеличению груди, коррекции ног, липосакции Высасыванию жира, живота и бедер И замыкает список увеличений форм ягодиц Люди, скажем так, постарше, они уже помимо блефоропластики Блефоропластика вообще основная операция Они начинают уже обращать внимание на, скажем так, возрастное увядание тканей лица Как отмечают пластические хирурги, до проведения операции с пациентом проводится целая работа Подробные консультации врачом, еще беседа уже психолога Далее пациент сдает все необходимые анализы и только после разрешения врачей операция Чтобы клиент полностью был уверен и доволен результатом Врачи-хирурги должны ему показать модельно-манекенные варианты имплантов К слову, одна операция по увеличению груди сегодня стоит 200 тысяч рублей Один имплант обойдется вам в 60, а два импланта уже в 120 тысяч Остальные 80 идут на наркоз и на другие расходные материалы А также на медицинское сопровождение до и после операционный период А вот в случае, если клиент все-таки остался недоволен результатом работы пластического хирурга Или у него появились какие-то осложнения после операции То необходимо обратиться с жалобами в Росздравнадзор по республике Именно здесь принимают жалобы население в отношении медицинских учреждений В 2007 году в одной из клиник республики была проведена операция Введение незарегистрированного препарата Космогель После чего женщина получила большие увечья Практически стала инвалидкой Абсесса там и так далее То, что имплантируется, все должно иметь регистрационное удовлетворение Росздравнадзора А тем временем пластическая хирургия, может быть, будет включена в систему ОМС В настоящее время документы находятся на согласовании в Министерстве здравоохранения страны Однако хочется напомнить народную мудрость Семь раз отмерь, один раз отрежь И уж тем более, когда речь идет о собственном теле Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Якутск Сейчас короткая реклама Вот о чем расскажем ровно через две минуты Превозмогая боль и усталость В Якутске собрались 400 дзюдоистов Ребята борются за медали Всероссийские соревнования на Кубах главы Якутии Посуда из бересты, лоскутные полотна, ювелирные украшения Еще сотни изделий День народного мастера отпраздновали в республике В эфире Якутия день за днем Продолжаем говорить о главных событиях этой недели 400 ребят в кимоно заполнили сегодня спорткомплекс «Триумф» В Якутске стартовали всероссийские соревнования Под дзюдо на Кубах главы республики За медали борются дзюдоисты из Амурской области Хабаровского края, Якутии и даже Монголии Участники парней и девушки от 11 до 17 лет Схватки первого дня турнира посмотрела Саргалана Федорова Упорная борьба до самого конца В каждой весовой категории Каждый стремится показать весь свой арсенал У всех один шанс на победу И каждый хочет его использовать Растянутые мышцы, вывихнутые руки, кровь из носа Дзюдоист все равно идет в бой Я занимаюсь спортом самбо Но тут первый раз в дзюдо На первой схватке я победил На второй проиграл и тут тоже сейчас проиграл С силой не ходил Дыхание там На татами выйдут четыре сотни борцов В Якутске выступят команды из семи регионов России И дзюдоисты из Монголии Сегодня мы начинаем понимать, что дзюдо в республике Якутия Будет являться тоже нашим самым настоящим любимым видом спорта Дзюдо не просто боевое искусство, но еще и глубокая философия Направленная на воспитание ума и благородства Дзюдо противник не враг, а партнер Не зря в Японии на родине единоборства дзюдо называют мягкий путь Идущим по этому пути предстоит немало испытаний Но тем желание победа Эти броски многие пересекаются с джиу-джитсу Многие пересекаются с карате Многие пересекаются даже с вольной борьбой Поэтому дзюдо это такой, вы знаете, довольно-таки интересный вид спорта Который со всех видов спорта есть где-то какая-то маленькая изюминка То есть у нас дзюдо тоже можно найти разные элементы, так же, как у вольников Российским спортсменам есть на кого равняться Президент страны, мастер спорта под дзюдо Есть в японском единоборстве и место для девочек Они не дрогнут перед соперником Выполняют броски и делают болевые не хуже парней Папа привел, мама тоже настояла, и я пошла У меня одноклассники все знают, и многие хотят пойти тоже Я ездила на Дальний Восток, первое место взяла, у меня сейчас первый разряд Всероссийские соревнования по дзюдо проходят в Якутске впервые Но планка уже высокая, признаются Федерации дзюдо России Я думаю, что будет с каждым годом все увеличиваться Ходигет учащихся, я думаю, и за границей, и в принципе ближе зарубежья тоже будут посещать Мы видели, что на открытии команда из Монголии была В Якутии дзюдо по массовости не уступает вольной борьбе Сегодня в республике дзюдо занимается более двух тысяч спортсменов На Дальнем Востоке команда якутских дзюдоистов одна из лучших Воспитанники школы дзюдо Якутии занимают призовые места во всероссийских турнирах На чемпионатах Европы и мира Но спортсмены не собираются почивать на лаврах На Дальнем Востоке третьим стал и на первенстве республики вторым стал Вот сейчас тоже надо выиграть В этом году будет первенство республики А потом Дальний Восток и Россия Дзюдо у нас появилось очень давно Где-то с 80-х годов Начинается, ну было на базе самбо Развивалось несколько таких клубов Ведущих были, это в основном водник, динамо и спорта Где развивался такой вид спорта Был более такой культивируемый Поэтому очень много воспитанников именно этой школы Динамо, водник, которые представляли на чемпионатах Советского Союза И в данный момент сейчас ребята эти занимаются тренерской работой Чтобы достойно представлять республику на соревнованиях высокого уровня Необходимо не только упорно тренироваться Но и укреплять материальную базу Федерация дзюдо республики планирует построить большой спортивный зал Отныне соревнования по дзюдо на призы главы Якутии станут традиционными И в последующих турнирах организаторы ожидают участия ведущих спортсменов российской сборной Саргалана Федорова, Василий Слепцов, Якутия, день за днем Ну а гости Якутии удивились недавнему шествию народных мастеров республики При этом парадов было два В первом участвовали 400 человек, во втором уже больше тысячи 4 марта представители 22 районов Якутии прошли по центру Якутска От площади Аджиникидзе и до площади Ленина Напомним, что 5 марта в республике отмечают День народного мастера Праздник утвержден в 2012 году руководителем региона Егором Борисовым Конечно, не стоит ограничиваться одними парадами и праздничными шествиями Почему люди решаются стать народными мастерами, как выбирают ремесло и в чем видят свою главную цель Об этом наш корреспондент Кристина Якупова спросила у них самих Якутская традиционная одежда, обувь, вышивка узоров на варежках, изделия из бисера Для мастерицы из Усть-Алданского района Розалии Арсентьевой кажется, нет ничего невозможного Всю жизнь посвятила творчеству Якутские девочки играли куклами и делали для них одежду В моем детстве было мало материалов, поэтому шила из лоскутков Когда в продаже появились ткани, я стала шить себе одежду Набралась опыта, и уже мои дети носили вещи, сшитые моими руками Лоскутное шитье – лишь одно из увлечений мастерицы И это необычный кусок ткани На каждом полотне – якутский орнамент Поражает четкость и умелое построение композиции Создание таких произведений из ткани – дело трудоемкое и непростое Некоторые композиции Розалия шьет месяцами Сшила в комплекте парах, а это очень древний метод вышивки За такой красотой кроется кропотливая работа, требующая не только творческих способностей, но и усидчивости Кроме шитья, Розалия изготавливает якутскую берестяную посуду Туис украшают национальными узорами – бисером Труд Розалии уже оценили званием заслуженного народного мастера Якутии Звание народного мастера получилось 7 лет назад, когда мне было 65 лет Мои работы выставлялись в Хабаровске, Санкт-Пхербурге, Иваново и, конечно, в Якутии За изготовлением некоторых украшений порой приходится сидеть целыми днями, вытачивая мельчайшие детали для очередного шедевра Максим Николаев открыл мастерскую 12 лет назад Выделяет три качества, чтобы стать ювелиром – богатая фантазия, желание работать и усидчивость Мы все делаем для того, чтобы люди были довольны изделием Развивать навыки ювелира Максим начал еще в студенчестве К выбору дела всей жизни его подтолкнул отец Мечта была отца моего, он мечтал в этой сфере работать И как-то он натолкнул меня на эту сферу Всего в Якутии свыше 200 человек обладателя звания «Народный мастер» И более 350 мастеров народных промыслов За мастерами будущее – это уникальные для Якутии таланты Их надо сохранять и распространять их опыт в целом по всей России Народный мастер активно поддерживается и благодаря главе Республики Саха-Якутии Егоров Иначе Борисов, который в 2012 году подписал указ о Дне народного мастера Который ежегодно теперь отмечается 5 марта в Республике И создано отдельное учреждение терраспециализированное, которое занимается непосредственно народными мастерами Этот день – День народного мастера – является свидетельством того, как в Республике высоко ценят и сохраняют культуру народов Саха Кристина Якупова, Григория Хлопков, Павел Пахомов, Василий Слепцов – Якутия – День за днем Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями – День за днем. До свидания Субтитры предоставил DimaTorzok